Опять в Украине усилиями говорящих голов Оппы Зеленского начинают педалировать языковую тему. На этот раз вопрос подняла секретарша Оппы Мендель, которая стала очередным адвокатом языкового вопроса, рассказав о том, что русский язык, он не только российский, но и вполне себе украинский, а значит его нужно кодифицировать и взять на вооружению. Тема была обмусолена уже десятки раз и в целом имеет право на существование, с одной оговоркой, что реализовывать такие проекты можно только с национально ориентированной властью, которой зеленские приблуды не относятся от слова «вообще». Все эти тезисы, которые доносятся из Мендель, имеют на уме только одно, признание российского наречия вторым государственным в Украине без какой-либо идеологической подоплеки. Мы в который раз повторяем, что в Украине никогда не было никакой языковой проблемы. Данный вопрос поднимают исключительно тогда, когда это кому-то выгодно. Мовное пытание в Украине – самый простой способ спровоцировать срач и конфронтацию. Его искусственным обострением давно научились пользоваться различные политсилы. Хочешь отвлечь внимание – подымай несуществующую языковую проблему и вуаля – срач на ровном месте. А в это время можно сдать вагнеровцев, не замечая потери от войны и коронавируса. Тем не менее, в очередной раз, возвращаясь к вопросу запоребрикового наречия в Украине, скажем следующее. Да, российский язык – это язык Пушкина, Толстого, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но еще это язык Путина, Жириновского, Прилепина, Соловьева, Киселева и Скобеевой. А значит, он является оружием, нацеленным против Украины. А еще это очень удобный повод защищать своих соотечественников за рубежом, согласно одноименному закону Балалайни, который прямо разрешает защищать российскоговорящих за рубежом. Фактически, это готовый инструмент к убийству. Так что не надо заливать про шедевры руслитры. Теперь вернемся к Мендель. Мы знаем, откуда у нее внезапное зарение языкового вопроса. Точнее, есть два варианта. Либо ее покусал Оваков, на которого недавно тоже снизошло по поводу языка, или она подхватила заразу от Люси Арестович, которая еще до того, как окунуться в зеленый омут, продвигала подобное на своих семинарах. Предельно ясно, что нынешние деятели украинской власти не являются национально ориентированными и хоть сколько-нибудь компетентными в подобных вопросах. Они считают, что Украина должна использовать российский язык для контрпропаганды. Прекрасно. А в чем проблема делать это сейчас? Мы его спокойно используем. Зачем нам нужно, чтобы Мендель кодифицировала какой-то укрусский язык? Лучшая контрпропаганда – это когда на России пригорает от того, что в Украине все легко перешли в сфере обслуживания на украинский. Что с появлением квот на ТВ и радио открылся интересный украинский контент? Зачем нам галлюцинации Мендель и подобных по поводу какого-то украинского-руского? Повторимся. Очередные увещевания по поводу языкового вопроса – это не забота и реальная беспокоенность, а отвлечение от реальных проблем и прощупывание почвы по поводу государственности российского. Этот вопрос будет еще не раз поднят на знамена нездоровой деятельности офиса Зедента в качестве удобного информповода для отвлечения внимания. Важно помнить, что какие бы благие намерения не декларировались в контексте данного вопроса у Зеленских, это некомпетентная профанация, к которой нельзя относиться лояльно. Языковая проблема в Украине – выдуманный тезис, который идеально провоцирует конфликт. Даже если надуманная проблема и есть, то ни Мендель, ни Зеленской и никто из приблуд в офисе президента и в парламенте не в состоянии ее решить. Поэтому, когда слышите от них про кодификацию языков, сразу смотрите в другую сторону, в направлении Лубянки и в поисках более важного, от чего вас отвлекают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok